Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа «Специальные интервью». Меня зовут Евгения Августина. Федеральный научный центр овощеводства – это 8 филиалов, рассредоточенных по территории Российской Федерации, и главная организация, расположенная в Одинцовском округе. Исторически так сложилось, что именно здесь находится Центр селекции и семеноводства овощных культур. Чем сегодня живет научное учреждение, об этом мы сегодня поговорим с Еленой Домбледес, заведующей лабораторией репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Елена, когда мы к вам ехали, вы сказали, что работы очень много. Что сейчас номер один в повестке дня вашего учреждения? Ну, исторически так сложилось, что наша лаборатория, вот Центру самому 100 лет, а лаборатория была организована еще в 87-м году, когда группа биотехнологов в составе лаборатории генетики отделилась от этой лаборатории, и была создана лаборатория биотехнологии, которая была, ее создание было приурочено к тому, что селекционерам понадобилась помощь для того, чтобы как можно скорее создавать новые сорта и гибриды, и делать это на мировом уровне. С этого же года мы стали работать в тесной связи с селекционерами, а уже в прошлом году наша лаборатория была преобразована в новую лабораторию, которая теперь называется лабораторией репродуктивной биотехнологии в селекции сельскохозяйственных растений. Мы расширились, то есть мы теперь занимаемся не только овощными культурами, но и другими сельскохозяйственными культурами, это и технические культуры, и свекла сахарные проводятся работы, и рапс. То есть мы расширяемся, поскольку возник такой интерес со стороны других селекционеров, они обращаются к нам и просят, чтобы мы с использованием своих методов также помогли им создать какие-то новые сорта и гибриды. То есть где-то какие-то уникальные раз обращаются за помощью? Ну, биотехнологии сейчас востребованы во всем мире. Если первоначально биотехнология зародилась, как такой термин используется, инвитро, который означает переводить с латинского в стекле, то есть получение в стерильных условиях растений, причем с использованием искусственных питательных средств. Вы видите, здесь вот в баночках налито питательный раствор, который может быть либо жидкий, либо твердый. И с использованием, мы работаем в специальных кабинетах, которые стерильные, где мы сможем размножить растения до неопределенного количества. То есть какая задача стоит, сколько нужно получить растений, столько мы можем, то есть можем получать их в неограниченном количестве. Это одна из задач биотехнологии. А какие вообще задачи у биотехнологии? Ну, например, если вот селекционер работает там со своей культурой, а культур много, нашел какое-то очень интересное растение, но не всегда у этого растения можно получить потом с традиционными методами. Тогда он обращается в нашу лабораторию, и мы можем это растение разнослить. То есть так называемое клональное микроразмножение растений. Это одно самое такое, можно сказать, исторически сложившееся первое направление, которое помогает селекционерам. То есть это клональное микроразмножение растений. Большинство сейчас растений, которые представлены на рынке декоративных, вот в магазинах вы обращаете внимание, они все как под копирку, можно сказать. Это тоже получены биотехнологическим способом, размножены и с использованием микроклонального размножения. Потом была замечена интересная особенность, что при размножении в стерильных условиях мы можем не просто размножить растения, а еще произвести оздоровленный материал, который также важен. Вот, например, чеснок. Это культура, которая размножается вегетативно, то есть оно фактически, ну, его не размножают семенами. Используя биотехнологические методы, то есть вот меристемки, которые не заражены еще болезнями, мы можем размножить этот материал и передать уже селекционерам оздоровленный селекционный материал, который он может использовать дальше в своей работе. Ну и самое новое модное направление, которое получило развитие во всем мире где-то с 80-х, 90-х годов, прошлого еще века, это получение удвоенных гаплоидов. Это очень интересное направление, которое позволяет существенно сократить селекционный процесс. То есть суть этого направления в том, что в течение одного года мы можем, вот используя культуру инвитро, здесь тоже имеется несколько технологий различных, либо мужские клетки, либо женские клетки, мы можем в течение одного года получить выровненный материал, причем выровненный не по какому-то одному признаку, а выровненный сразу по всем генам. И фактически такой материал представляет собой каждое растение, это впоследствии линия, которую селекционеру пришлось бы в своей селекционной работе выводить в течение 5-7, а для двулетних культур 10-12 лет. Таким образом достигается сокращение селекционного процесса. Технологии очень сложные, технические, но мы владеем, и для большинства культур у нас выход этих удвоенных каплоидов соответствует либо мировому уровню, а где-то мы даже их и превосходим. Вот такое вот интересное направление у нас сейчас есть в институте. Мы затрагиваем большое количество культур, относящихся к разным семействам, то есть работаем с селекционерами, которые работают по совершенно разным направлениям. Задача, которая стояла при организации новой лаборатории, почему она называется новой, это такой вот проект, который в нашей стране, новой лабораторией был запущен. В этих лабораториях 80% сотрудников – это сотрудники, которые в возрасте до 38 лет. То есть это молодые ученые? Это молодые ученые, на которых делается ставка, что вот как раз через, когда они учатся, пройдут вот такую раннюю стажировку, то есть им помогают, дают возможности, такие преимущества перед другими учеными, попав в эту лабораторию, проводить исследования на современном мировом уровне. Они через 5-10 лет, считается, смогут как раз восполнить тот пробел, который был в нашей науке, когда было тяжелое недофинансирование, то есть что-то в 90-е годы, да. Но будем надеяться, что этот проект окажется успешным. Молодежь сейчас интересуется вообще наукой? Вот чтобы их заманить, они в принципе должны быть, вот эти молодые ученые. Молодежь есть, молодежь интересуется. И мне кажется, что в нашей лаборатории как раз собрался такой очень интересный коллектив молодых ученых, которым все интересно, которые хотят быть самыми первыми в своей области, чтобы у них все получилось, осваивают новые техники, методики. Я думаю, что все обязательно получится. Когда люди покупают семена в магазине, они посадили, уже спустя короткое достаточно время видят результат своей работы. А биотехнолог, через какое время он может понять, получилось или нет? Ну, биотехнолог отрабатывает свою часть работы, а селекционер затем подхватывает и отрабатывает свою часть работы. Свою часть работы биотехнолог в течение года уже сможет оценить, что там он смог отработать методику, она успешно позволяет получить какой-то результат, а дальше уже все ложится на плечи селекционера. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что вот наша работа – это ничего, если дальше этот материал не попадет в грамотные руки. Поэтому мы очень рады, что в нашем центре нам удалось наладить такой контакт с нашими ведущими учеными-селекционерами. Когда мы подбирали коллектив лаборатории, то фактически у нас молодые сотрудники, они были набраны из разных лабораторий. То есть каждый из них специалист не только, вот он станет специалистом-биотехнологом, но они еще специалисты по своей культуре. То есть у них есть узкая специализация, которой они занимаются. И это очень правильное направление. То есть будет не просто биотехнолог, оторванный от практической части, а именно человек, который понимает, для чего он это создает и что он должен получить в финале. Получается, год биотехнолог-селекционер. Сколько потом будет работать над трудами биотехнолога? Ну, если вот я вам сказала, что обычными традиционными способами для того, чтобы вывести чистую линию, а чистая линия – это линия, которая выровнена по всем признакам. Ведь когда вы приходите в магазин, покупаете семена, сажаете, то вы хотите получить материал, который будет соответствовать той картинке, которая есть, скажем так, на пакетике. То есть они все должны быть похожи. Это называется в селекции выровненностью. Вот чтобы достичь такой выровненности с традиционными методами, это вот достаточно большое время. Получив нашу линию, селекционер уже на следующий год может ее оценить. Единственное, что одна линия может оказаться не такой успешной. Поэтому задача биотехнолога – получить огромное разнообразие, поскольку мы используем методы получения удвоенных гоплоидов, мы реализуем еще гометоклональную изменчивость. То есть среди потомства, которое получено будет, могут образовываться очень интересные особи, которые в дальнейшем вот и лягут в основу этих линий. В качестве примера работы мы уже привели с вами чеснок. А вот чем еще может гордиться лаборатория на данный момент? На данный момент. Ну, мы уже, во-первых, у нас совместно с селекционерами создано порядка 10 сортов и гибридов на основе удвоенных гоплоидов. В этом году нам удалось, наконец-таки, разработать технологию получения удвоенных гоплоидов огурца. Нам удалось получить растения в культуре неопыленных семипочек. Также у нас очень хороший выход получился по кабачку. То есть вот чем этот кабачок будет отличаться от того, что... Ну, прежде всего мы взяли очень хороший селекционный материал. То есть правильно, то есть селекционер нам помог выбрать материал. Это кабачок? Это вот мы, да, такой вот кабачок. Он уже у нас укоренился. Здесь мы видим корешки. То есть он ничем не отличается от выращенного из семечки. А тем не менее, это уникальный кабачок, потому что он получился без оплодотворения, то есть нетрадиционным способом. То есть это получается... У нас сразу хочу сказать не трансгенные технологии, а технологии, ускоряющие селекцию, то есть с использованием репродуктивных органов. Поэтому название нашей лаборатории звучит «Лаборатория репродуктивной биотехнологии». То есть это из женских клеток без оплодотворения мы получаем такие вот растения, которые в дальнейшем мы анализируем. Они получаются различной плойдности. И вот этот вот уже материал мы можем передать селекционеру, и селекционер его будет оценивать. Ну, такая вот интересная есть задумка получить бессемянный кабачок. То есть кабачок, которым очень удобен он будет производителю, для переработки будет подходить. То есть когда внутри него не будет семян, которые нужно будет убирать. Эта технология известна в мире, вот когда получали бессемянные арбузы, наверное, вы слышали, это вот триплоидные формы. То есть и для того, чтобы создать, нужны формы с разным набором плойдности. И вот с использованием биотехнологических методов нам удалось в этом году получить такие формы. Поэтому здесь уже задача селекционера в дальнейшем довести эти формы до ума, и уже первые положительные результаты получены. Также в нашей лаборатории мы работаем всегда очень плотно с лабораторией капустных культур. И созданы сорта и гибриды капусты белокочанной, капусты кальраби, капусты брокколи. То есть такое большое разнообразие. Гибриды эти достаточно перспективные, интересные. И такой трудной культурой во всем мире считается редис. И вот нашей аспирантке тоже удалось в прошлом году получить удвоенный каплой до редиса. То есть это во всем мире считается такой трудной задачей. У нас уже есть этот редис, эти линии. Так что, думаю, дальше будет интереснее. Сейчас мы работаем еще с послеными культурами. Это перец сладкий, перец острый. По луковым культурам большой задел тоже сделан. Опыты все заложены. Лаборатория наша достаточно известная. К нам приезжают с других стран на стажировки. Вот сейчас у нас в нашей лаборатории проходит стажировку сотрудника из генетического центра Узбекистана. Поступил запрос на прохождение стажировки из Турции. То есть я думаю, что... А сотрудники лаборатории сами выбираются на стажировки? Или пока только вы принимающие? Пока мы являемся принимающей стороной, проходим стажировки внутри ведущих центров в нашей стране. То есть мы всегда, когда какая-то новая технология появляется, мы стараемся ее освоить. И вот тоже совсем недавно ездили, поскольку мы приобрели такое современное оборудование, которое достаточно сложное, которое помогло бы... Расскажите о нем, пожалуйста, поподробнее, потому что кажется, что для всего этого достаточно аспиранта, микроскопы и баночки. Нет, нет. Оборудование сейчас высокотехнологичное, современное, требует определенных навыков работы с ним. У нас просто сейчас на данный момент приборы еще не поступил. В наш институт он просто куплен. Процесс того, когда он будет доставить, занимает какое-то время. Но наши сотрудники уже стажируются, ездят, пытаются освоить его, чтобы когда он приехал, мы сразу смогли включиться в работу, поскольку это очень востребовано. А вот есть какая-то оборотная сторона биотехнологии? К примеру, арбуз без косточек, но портится очень быстро. Или все настолько продумано, что только плюсы? Ну, здесь задача уже селекционер. То есть мы предоставляем материал, а селекционер отбирает из этого, он знает, какие нужды по данной культуре, то есть какие сорта и гибриды нужно создать, и он будет отбирать из наших линий именно те, которые будут сочетать все необходимые качества. То есть дальше уже задача селекционера – грамотно провести скрещивание, чтобы получить тот гибрид, который востребован. Вот, кстати говоря, Елена, а как вы оказались в этой лаборатории? Почему именно сельское хозяйство вас заинтересовало, а не какая-то другая наука? Ну, наверное, всегда дело случая было. Ну, я всегда хотела… Такие случаи обычно не случайны. Ну, всегда хотела именно быть биологом, заканчивала тоже по специальности биология и химия. И были места вот в этом центре, я о нем тоже ничего не знала, но приехала посмотреть, понравится, не понравится, и так получилось, что он задержался уже на 22 года. Понравилось. Понравилось, да. А вот дальше, наверняка, есть какие-то профессиональные цели, какие цели перед собой ставите? Ну, целей много еще, много задач нерешенных, вот, а есть культуры достаточно сложные, у которых еще не удалось получить положительные результаты. Я думаю, что вот как раз вот эти цели и стоят. И хотелось бы действительно увидеть, чтобы практическое применение тех наработок, которые у нас есть, чтобы это вылилось в большее количество сортов и гибридов, которые бы действительно с гордостью можно было бы предлагать нашим покупателям. Сейчас работы очень много, мы с вами уже сказали. А бывает так, что работы мало? Нет, поскольку у нас круглогодичные камеры искусственного света, климата, у нас работа есть всегда. Просто сейчас, когда весна, все растения просыпаются, то работы становится еще больше. Иногда к нам обращаются фермеры, фермеры привозят свой материал, и они просят получить именно из этого материала какие-то интересные для них формы, поэтому весной как бы это вот сейчас самый напряженный период. Вот из такого сотрудничества получалось что-то интересное с фермерами? Вот такое может быть неординарное? Ну, фермеры, да, довольны нашей работой, то есть они обращаются. Когда работа сейчас в научных учреждениях складывается не только из практических каких-то результатов, которые переданы, а это публикации, которые должны быть подготовлены в мировых изданиях. И все, вот это стоит в задачах нашей лаборатории подготовить журналы мирового уровня. Ну вот, кстати, вот на прошлой неделе у нас как раз в журнале, который относится к высшей категории, вышла статья о нашей публикации. Поэтому мы очень довольны. Спасибо большое, Елена, что ответили на мои вопросы. Надеюсь, что оборудование скоро будет, и все-таки интересных моментов и в сотрудничестве с фермерами будет больше. Ну и чтобы возможность покупать реактивы у вас также сохранялась. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.